Сегодня очередной рабочий день. Едем снимать водопады. Я же вчера повесил GoPro на байк, но на самом деле посмотрел вечером видео, ничего хорошего из этого не получилось. Предыдущий владелец оказался слегка непродуманным. GoPro висела вот на этой штуке, но вот эта штука, она пластиковая. И когда едет байк, мотор работает, она так трясется, прямо так. Поэтому камера себя вела примерно вот так вот. Я думал там все-таки как-то это все будет сглажено более-менее, но на самом деле ничего не получилось. Поэтому сегодня у меня есть идея повесить GoPro на шлем, на лоб. По-моему, это дурацкая идея. С этим шлемом вряд ли это получится. Если вешать сюда, то тогда не откроешь забрало. Если вешать сюда, соответственно, вот эта хрень вынимается, можно потерять камеру. Ну, после долгих рассуждений я все-таки решил повесить ее вот так вот, чуть подальше получается. Ну вот если сбоку смотреть, то в принципе она как раз нормально смотрит. Можно ее там немножко нагнуть, если что. В любом случае сейчас проедем, посмотрим. Пришлось даже майку снять. Вот везде, где водопады в Таиланде, такая влажность, такая жара. Здесь же горы, ветра никакого, соответственно. Жутко потеешь просто. Ну, естественно, когда буду снимать уже что-то для ролика, я, конечно, майку буду одевать. А так вообще лучше походить все-таки с голым торсом. Охренеть! Где я ползаю, блин, капец! Еще не хватало здесь, чтобы какая-нибудь хрень, типа там змеи или скорпионов меня покусали. Вот будет самое то, обожаю по джунглям ходить, обожаю, тем более в тапочках. Ну вот и пришли, водопад Аойон. Еще одна проблема здесь, когда снимаешь вот в таких вот джунглях, это жуткие тени просто. Здесь сильные перепады между ярким солнцем и глубокими такими черными тенями. Вообще капец, как это все снимать нереально. Я так подозреваю, что надо, наверное, все-таки скупаться. А то же как-то очень жарко прямо, хотя бы смыть все это дело из себя. Вот чуть-чуть прошелся по джунглям и все. Сразу же надо идти обмываться, потому что капец, как ты потеешь тут, ужас. С одним водопадом покончено. Надо ехать на второй. Ой, я уже и так весь мокрый. Пока буду ехать, я думаю, все-таки немножко освежусь и все это дело высохнет. И к следующему водопаду я приеду как огурчик. Ну, наверное. Мы на месте. Надо пойти где-нибудь покурить. Но что-то я как-то подустал, пока ехал. Вот возле этого водопада Кату есть очень прикольное такое место. Здесь есть столики, здесь есть здесь ранчик, где можно покушать, посидеть и магазинчик. Очень такое уютное место. Вот этого не хватает вот там, где мы были, на Ау-Йон водопаде. Ну что, пойдем посмотрим, что там можно поснимать нормального. Вообще, что касается... Не ори. Вот собака, блин. Хотел сказать пару слов и на тебе, блин. Вообще, что касается водопадов в Таиланде, тут надо понимать. Здесь не будет таких огромных водопадов, как там Ниагарский, вы себе представляете. Нет. Это все равнинные водопады. То есть это скорее пороги. Пороги бывают там полтора метра в высоту, ну там, пускай, три метра в высоту. Но в принципе, это такие равнинные, небольшие водопадики. И обычно их несколько друг за дружкой. Ненавижу по такой жаре по горам лазить. Интересно, это, кстати, частный дом. Это не гостиница. Вот кто-то же здесь живет, прямо возле водопада. Вот там внизу водопад. Шум стоит, просто невероятный. Как они здесь выживают, вообще непонятно. Тониориты. Есть в Таиланде вот такое животное. Это многоножка. Но у нее есть одна особенность. Если ее трогать, она сворачивается... Вот, сука, ушла, блядь. Ну ладно. Если честно, я дальше не знаю, куда идти. Тут есть одна дорога вот прямо за мной. А одна вон там дальше. И куда идти, чтобы дальше на начало водопада прийти, где этот самый основной водопад, я вообще даже понятия не имею. Надо попробовать сначала сюда, а потом туда, наверное. Ну где-то же. Должно быть. Просто будка какая-то вот стоит, и все, навес. И больше ничего нет. Значит, не сюда, наверное, на противоположную сторону. Ух ты, там дорога, ни хрена себе. Чтобы вы понимали, вот там вот река течет маленькая вот эта. А на противоположной стороне, смотрите, вот туда наверх какая-то дорога идет. Я надеюсь, нам не туда. Короче, хрен там. Там вообще нереально пройти сверху. Никак. Там вот такая вот дорога вся разбитая полностью. Короче, не водопада, говно какое-то, если честно. И никогда, никогда не ходите, дети, в джунгли, в сланцах. Капец, я чуть не уебал. Сегодня раза два, наверное. Собаки там реально конченые. Они вот сколько я здесь, столько они лают. Надо подобрать камень на всякий случай. Потому что они какие-то конченые, реально. Я, конечно, пытаюсь с ними подружиться, но что-то пока ничего не получается. Но вот только дернись. Я тебе расскажу, что у меня в руках. А даже покажу. Ну, вроде бы прошли. Почему-то очень душно. Надо, наверное, все-таки снять майк. Вот я дебил. Уже начал было выходить. Думаю, что за какой-то непонятный водопад. И тут туристы показали мне, что есть, оказывается, ступеньки наверх, специально на водопад. Замечательно. Я же мало там походил, да? Надо же теперь 400 с хером ступенек пройти. Это моя работа. Я ее люблю. Беру свои слова обратно. Прикольный водопад вот этот, да? Кату Ватерфол называется. Будете на Пукете, обязательно посетите. Очень клевый. Но это только первая часть, первый уровень. Дальше идут ступеньки выше. Там еще водопады. Хорошие такие занятия для человека, который худеет, да? Отлично просто. Там еще один уровень водопада. То есть на одном мы были, это как бы второй. Но есть еще и третий. Не надо ржать. Ничего смешного. И в конце нашего пути нас ждет вот такое вот прикольное озерцо. Маленькое, небольшое и мелкое меньше, чем по колену. Но приятно. В принципе, все. Все, что надо, я отснял. Теперь надо пойти туда на второй уровень. Встать под этот водопад и все-таки нормально окунуться. Помыться. Потому что я, честно говоря, мокрый, как не знаю кто. Вы можете мне не верить, но прожив пять лет на Пукете, я на этом водопаде впервые. Хочу вот туда. Смотрите, какое детство у людей. Заметьте, не в интернетах сидят, не в игры играют на планшете. Блин, я тоже так хочу. Но я не знаю, как им объяснить, что я хочу еще и чтобы меня поснимали. Это хрень как резиновая. Она тянется очень. Поэтому я со своим весом 100 килограмм как присел на нее, так она полностью вниз и ушла. Еле-еле ногами не задевал камни. Сегодня очень клевый день. Незабываемый. Я покатался на Лиане, что не всегда бывает, не каждый день, прямо скажем. Ух, круто. Столько впечатлений. Я вот думаю, еще здесь на прощание разок укунуться. Ну как так? Быть здесь и под водопад ни разу не залезть. Несерьезно. Пойдем попробуем. Все. Вот теперь на самом деле можно ехать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!